Меня умиляют некоторые сограждане, которые рассуждают о вреде масок, бессмысленности масок или о том, что нельзя носить многоразовые маски. Так вот, у меня с собой минимум три многоразовые маски, которые я надену, допустим, утром при посещении административного учреждения, днем, когда иду кушать, вечером, когда иду в магазин. И уже вечером дома я их все закину в раковину, постираю с хозяйственным мылом, достаточно спенить, сполоснуть, кинуть на батарею с утра. По факту это чистые новые маски, которые можно снова использовать. Второй распространенный миф или глюк, я даже не знаю, как это еще назвать, о том, что вирусы намного меньше, чем структура ткани, и вирусы проникают, поэтому маски бессмысленны. Ребят, для этого не нужно быть инфекционистом или вирусологом. Достаточно было просто учиться в школе, либо сейчас включать мозги, чтобы понять, что вирусы передаются воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Не зря именно так они называются. Вирусы цепляются к более крупным частицам, которые как раз-таки маски позволяют задерживать. Наконец, есть вещи, которые кажутся совсем уже банальными, но о них тоже приходится говорить. Если маска на вашем лице вспотела, то это плохо, потому что начинается, как я понимаю, диффузия, то есть взаимопроникновение молекул снаружи на внутреннюю стенку вместе с вирусами, из-за чего вы можете вдохнуть эти аэрозоли, и они попадут к вам. Есть еще один глюк, иначе я это не назову, что типа в маске скапливаются все бактерии, вирусы, которыми я надышал, и это очень плохо для дыхательных путей. Мать вашу, если вы чем-то надышали из своего организма, то вашему же организму в микроскопических дозах это не принесет ничего, ни пользы, ни вреда, потому что ничего нового в него не поступит. Но однако же это может задержать распространение инфекции. Да даже самое банальное, попробуйте резко выдохнуть. Куда воздух выходит? Он выходит немножко сюда, в верхние пазухи, немножко сюда, снизу, если маска хорошая, и он проходит здесь, он как бы фильтруется, просачивается. Так вот, плотный поток воздуха не идет слишком далеко, когда вы разговариваете, смеете, щихаете и что-нибудь такое. Разумеется, на улице маску носить не нужно и совсем не обязательно, но если вы, например, вышли с автобуса в магазин, то лучше ее лишний раз не снимать и не дергать. Я просто прошу, кончайте слушать этих недоблогеров, которые вливают вам в уши полную ахинею. Что в политике, что в личной жизни, что в медицине, здравоохранении. Включайте свою голову. И, как говорится, лучше всегда перебдеть, чем недобдеть. Если же я все-таки в чем-то не прав, или вы не согласны со мной, потому что я же говорю, я не медик, то пишите в комментариях, пишите в личку, будем разговаривать и выяснять нашу правду. Поколение хайп, покажи свое шоу, нюхай, бухай, ой, танцуй, все хорошо.